Слава Богу, друзья! Сегодня у нас трансляция утренняя молитва Утренняя молитва с нашей Киевской архиепископией Слава Богу! Сегодня 28 марта Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, братья и сестры Нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Сегодня в молитве тоже хочу начать с псалмов Всех приветствую, благоставляю! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава Господу! И псалмы восхождения читаю в эти дни Псалмы восхождения Спасибо, Боже, за доброе утро! За эти псалмы, которые помогают нам о многом размышлять И, друзья, 129-й псалом читаю Из песней восхождения Напоминаю, что эти псалмы еще названы восхождением То, что был в храме во времена, когда храм был, то, значит, там в Иерусалиме То был общий такой двор, было место, где все верующие собирались А было такое, как святое, святое, святое называлось Вот туда поднимались только священнослужители И вот вело туда 15 ступеней Вот в знак этих псалмов или псалмы в знак этих ступеней Ну, короче, это как-то так Вот, и священнослужители Они размышляли об этих вещах на этих ступенях Из глубины Псалом 129 Песня восхождения Из глубины Взываю к Тебе, Господи И сегодня давайте тоже Из глубины Из глубины нашего естества Вот так вот, можно сказать Господи, услышь голос мой Да будут уши Твои Внимательно голосу молений моих Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение Да благоговеют пред Тобою Надеюсь на Господа Надеется душа моя На слово Его уповаю Душа моя ожидает Господа Более, нежели стража утра Более, нежели стража утра Да уповает Израиль на Господа Ибо у Господа милость И многое у Него избавление И Он избавит Израиля От всех беззаконий Его Слава Богу И вот как У Тебя прощение написано Да благоговеют пред Тобою Сегодня это исполнилось Две тысячи лет назад Это исполнилось И сегодня это исполняется Действительно Во всей полноте Если тогда Во времена храма Вот этого Служения Храма о благочестии Того первого, второго храмов Вот как мы их называем Вот того ветхозаветного еще Есть такое выражение Да Ветхозаветного храма С его церемониями Предписаниями Жертвоприношениями С его дворами Вот И священнослужителями Которые исполняли обязанности Такие вот священнические свои То тогда Было Конечно Да тоже о прощении грехов Тоже говорили безусловно О прощающей Беззаконии Покрывающей грехи наши Но Девять тысячи лет назад Ситуация Кардинально изменилась Потому как На кресте Голговском Иисус Христос Пролил свою кровь И воскликнул Совершилось Искупление рода человеческого Совершилось действительно И потому Благоговеем Пред ним Перед тем Кто действительно Полностью Омыл нас Простил И благословил Надеюсь На Господа Надеется душа моя На слово его Уповаю Слава Богу И дальше Ну по поводу Стражи утра Вообще прекрасное сравнение Такое красивейшее У нас сегодня утро Вот Слава Богу И в Киеве Доброе утро И сегодня Тоже В ожидании Господнего Такого благословения Сегодня Вот я молюсь Тоже Сегодняшним утром За служение Сегодня вечером Потому что Вечером сегодня Будет Семинар Интерактив И Думаю Будет очень насыщенно И важно Вот И молюсь И благословляю Уже сейчас Заранее Благословляю Вечернее Наше собрание На Лукьяновке Там Вот Напоминаю Что Мельникова 81 Друг 2 Приходите Пожалуйста К 6 часам Вечером Да И он избавит Израиля От всех беззаконий Его Вот знаете Это уже Исполнилось И действительно Он избавил нас От всех беззаконий Наших Вот так вот Так что Псалом Свершился И дальше 130 Тоже песня Восхождение Давида Давид пишет Господи Не надмевалось Сердце мое И не возносились Очи мои И я не входил В великое И для меня Недосягаемое Да То есть Звезд с неба Не снимал Вот значит И не гордился Пишет Да А дальше Интересно Такое красивое сравнение Да Вот кто Вот Это Псалом Помнит И слушает Или читает у себя Тоже в Библии Не смирял ли я Не смирял ли я И не успокаивал ли души моей Как детяти Отнятой от груди матери Душа моя была во мне Как дитя Отнятой от груди Дуповает Израиль на Господа Отныне и вовек Такое красивое сравнение Да Вот Кормящая мама Да Значит Это как Бог Образ Бога Бога Вот значит Кормящая мама Интересно Потому что В большинстве своем Обычно Наши ассоциации Бога Вот Как Мужчину Будем так говорить Но в общем-то Это довольно Так вот Условно Как бы Да Потому что в нем Все Абсолютно все Он творец нас Всех И мужчин и женщин И вот здесь Прямое сравнение Бога Как женщины Кстати Фильм был Вот этот Я книгу не читал Сын читал Кстати Я еще не так Не почитал Книга Хижина Хижина Вот И фильм сняли Но фильм я посмотрел Вот Вот Ну конечно Фильм есть фильм Как бы Насчет Но сама идея Стала понятна И очень Довольно Интересна Идея Вот этого Ну Произведения Будем так говорить Ну Насколько я сужу По фильму Будем так говорить Вот Фильм Хижина Не знаю Кто из вас смотрел Не смотрел Но значит Я посмотрел И там Некоторым братьям Мне нравилось Что Я по комментариям Просто Вначале Заинтересовался Думаю Надо же Фильм вышел Как бы Многие посмотрели Христиане Я так и не посмотрел Думаю Надо посмотреть Ну и посмотрел Вот значит А почему Почему еще Захотел Посмотреть Потому что Очень разные Были отзывы От восторженных До критических Таких Да нельзя И один из критических Моментов Что почему Бога Как женщину Изображают Странно Для многих Верующих Это как бы Даже преткновение Но я понимаю Это из-за того Что просто Из-за невежества Просто преткновение Потому что На самом деле В Библии сравнение Бога есть И с мужчиной И с женщиной И это Абсолютно Нормально Абсолютно нормально Потому что Бог создал человека Вообще Изначально Как бы Изначально Человек был Совсем другой Он сразу И мужчина И женщина Два в одном Будем договорить Твикс Такой Был создан А затем Эти палочки Разъединили Ну в принципе Как бы да И мужчину И женщину Он разъединил Вот так вот Поэтому если Так судить О Боге Как о мужчине То это Ну Глупость конечно Ой Ну красивое сравнение Согласитесь В этом 130 Псалме Дитя Отнято от груди Если дитя Хочет кушать Ну вот А ему не дают Кушать Мама не дает Ему грудь Его как не забавляй Ну конечно Можно маленько Отвлечь его Как-то чем-то Если он еще Не настолько Сильно голоден Вот Погремушками Всякими там Улилюками И прочее У меня шестеро детей Один внук уже Вот как бы Знаю значит Да Из опыта уже И Действительно Вот так вот Улилюканье Можно как-то там Погремушками Отвлечь Но это до поры Если мужу хочется есть Все Ему надо есть Вот И как бы Да Особенно мальчики Да Мальчики всегда Отличаются аппетитом Наверное хорошим Хотя всякое бывает Вот И И вот Значит Здесь душа наша Сравнивается Человеческая Да Он говорит Свою душу сравнивает С дитятей Красивая Мне нравится Дитятя Отнятая от груди Вот Представьте Ну а что Орет душа Душа орет Ему нужна грудь Ему нужно молоко Ему нужно питание Вот Значит Дитя орет И его Даже если Эмир пытается Как-то погремушками Значит там Всякими там Забавами Там Улилюканиями Отвлечь Ну получается Если это не так сильно Еще голоден Как бы дитя То Дитя ведется На эти Как бы Отвлечения Ведется на эти обманы Туда Туда Вроде Аха-ха-ха Потом Но когда душа осознает Что Никакие Погремушки этого мира Никакие Улилюкания этого мира Они Не помогут ему Ему нужна грудь Ему нужна мама Ему нужно есть То все Он уже Не отвлекается Вот И пусть наша душа Она не отвлекается Ни на какие погремушки Мы должны знать Что наша душа Она Должна постоянно Кушать Быть возле груди Нашего Бога Нашей мамой Небесной Нашего Папы Небесного Как ни называй Обычно Мы называем Да Отец наш Ава Но Это для Опять-таки Для нашего Такого Упрощенного Понимания Его можно назвать И мамой Небесной И папой Небесной Наш родитель Слава Богу Вот И Его грудь Полна молока Или ее Можно сказать Правильнее Полна молока И Полна жизни Поэтому Мы к создателю Своему К нашему Богу Обращаемся Вот И Пьем это молоко И Когда мы пьем это молоко Мы довольны Видели Да Когда Когда Кормят Младенца Вот Когда он Наконец-таки Дорвался до груди Дорвался до мамы Он пьет молоко Да И он доволен Он еще играет Еще И со второй грудью Играет Значит И вообще Он доволен Вообще Он наслаждается Вообще А потом Значит Скажу Вот наша душа Действительно Она должна Вот Просто Как говорится Присосаться К Богу И Не отсасываться Не уходить Никуда Все А если где-то Чуть Мы оторвались Приходит Очень скорое время И Душа понимает Что нет Что-то не так Надо снова пить Надо снова есть Вот И Наше каждодневное чтение Каждодневное пение Наша каждодневная хвала Это сам Господь Бог Всемогущий Слава тебе Боже наш Благословен Бог наш Ты наша И мама Ты наш папа Ты все для нас Ты наш родитель Отныне и вовек И душа наша У твоей груди И мы пьем Господь Это молоко Словесное молоко Твое Боже Мы пьем Это молоко И ни на какие Погремушки Этого мира Мы не отвлекаемся Боже Сейчас Особенно в этот Утренний час Душа наша Взывает к тебе Господь Мы у груди Твоей Господь Боже И пьем Твое молоко Это Твою жизнь Господь Ты даешь нам Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Я молю тебя Сейчас за тех Кто Чьи души Отвлечены Всякими погремушками Но которые на самом деле Хотят есть Они не знают Где это Их ответ Боже Могущий Да вызовут к тебе Народы все Господь Да вызовут к тебе Люди все Господь Слава тебе Боже наш Благословенный Бог наш Царю небесный Утешителю Дух истины Ты который Везде присутствуешь И все собой Наполняешь Сокровищница благ И жизни подателю Ты пришел И вселился В нас И очистил Нас От всякой скверной И ты спас Благой Души наши Святый Боже Святый крепкий Святый бессмертный Хвала тебе Святый Боже Святый крепкий Святый бессмертный Славы и честь тебе Господь Благословенный Бог наш Отныне и вовек Аминь Благословен Бог наш Благословен Любящий Отец наш И мать И все Если так По аналогии С этими псалмами Да И вчера Вечером Кто подключался Из сегодня Подключившись К молитве Если То вы Слышали Что закончил Я как раз На восьмой главе Книги Исход И вот момент Напоминаю Такой Да Вот когда Моисей Аарон Они Как вот Скажу Тогда были Детяти Которые были У груди Да Вот А кстати Есть псалм Тоже такой Интересный У твоей груди Успокоюсь я Сейчас вспомнил Кстати Да Интересный Успокоилось Сердце Мое У твоей груди Успокоюсь я Успокоиться Успокоилось Сердце Мое Вот действительно Это как В этих псалмах Да Получается Как В этом Сто тридцатом Псалме Кстати Вспомнил Интересно И вот Значит Вот По поводу Моисея Аарона Да Вот Сейчас у меня здесь Текст открыт Просто как раз Библейский Я смотрю Значит На Текст Вот Восьмая глава Значит И Вот Я так понимаю Что Вот Все эти чудеса Да Все эти Знаете Вот Даже вот эти казни Египетские Да Вот Все чудеса Совершающиеся Действительно Они стали возможными Благодаря тому Что Моисей Как говорится Присосался К этой груди Вот Да и Арон Тоже я так понимаю Тоже Где-то ему перепадала Тоже Эта благодать И тогда Это время было Казалось бы До благодати Божьей Да Но Дух Божий Роах Акадош Он действовал И касался этих людей И тогда Свершались Великие чудеса Да Три тысячи Триста Тридцати лет Тому назад Интересно В этом году Да Такая дата Трех тысяч Трехсот Тридцатилетия Три тысячи Трехсот Тридцатилетия Со дня Великой Победы Со дня Великого Исхода Вот тех событий Сегодня Двенадцатое число Напоминаю Сегодня Двенадцатое Ниссана Или АВИВА Или просто Первого месяца В счете От Исхода Двенадцатое число Уже Послезавтра Пасха уже Да Завтра Тринадцатое число Получается Ну сегодня Вечером Начинается уже Вот встретим Там в семинаре Тринадцатое число Ниссана Вот А уже пятница Уже 14-е Ниссана И в ночь С пятницы на субботу С 14-го на 15-е Ниссана Святая пасхальная ночь Ночь бдения Ночь исхода Будем Хрустеть мацой Есть мясо Горькие травы Поднимать бокалы Седр Будем проводить Пасхальный седр Сейчас буду Причастие Хлевокиломления Совершать Но Друзья Вот Восьмой главе Интересно Там Момент такой Значит Я остановился На третьей казни Эти Мошки были Мошки Вот значит И Вот эти мошки Не смогли Волхвы Фараону Продемонстрировать Вывести Не потому что Они не умели это делать Они возможно Это и делали раньше Как бы Вот значит И Колдовство было На высоком уровне Там В Египте Это было как бы Если можно так выразить Золотой век Оккультизма Так Ну если так выражаться Можно Вот Но Ну как золотой век Считается как бы Расцвет самый Но весь этот Оккультизм Весь этот золотой век Обломался Был Обломался Об Бога Будем так говорить Об его перст Даже Не об Бога Самого даже Если Бог Даже свою ладонь Поставил бы Или два пальца Там То Египет погиб Просто-напросто Он просто один палец Поставил Бог И весь Оккультизм этого мира Не смог даже Один палец Бога Сдинуть Вот так вот Все То есть передел Поставлен Бог Попускал Попускал Этим колдунам Что-то там Ботворять похожее Но до поры до времени Потом Свал палец Поставил Все И эти колдуны Пришли к фараону И сказали Вот значит До 19 стих Восьмая глава 19 стих Ну 18-19 Старались Также и волхвы Чарами своими Произвести мошек Но не могли И были мошки На людях И на скоте И сказали Волхвы фараону Это Перст Божий Ну дальше Говорится Но сердце фараонова Ожесточилось И он не послушал их Как и говорил Господь Вот так вот Ну а дальше Продолжение Опять Вот этой песни Кстати Пасхальная песня Я говорю Мне это очень нравится Песня пасхальная Let's my people go Отпусти мой народ Отпусти мой народ Ну дальше Продолжение этой песни Отпусти мой народ Слава Господу Спасибо Боже всемогущий Так представьте Перст Бога Палец его Палец А если весь Бог Это даже представить невозможно Если там Два-три пальца Ладонь Рука Да вся планета наша Просто разнесется Просто в части А если весь Бог А представьте Весь Бог Сегодня Он поселяется в нас В человеках Это разве не потрясающе Принимая Его верою Принимая Христа Иисуса Принимаем самого Бога Всемогущего Нашего Папу Нашу маму Нашего родителя Будем так говорить Принимаем Во всем Объеме Во всей полноте И Он поселяется В нас Могущественно И принять Христа Верою Павел пишет Это не просто Там Для кого-то А для всех Верующих То есть Верующим Нужно постоянно Принимать Христа Верую Принимать больше И больше Вот Чтобы Он Поселялся Все больше И больше И чтобы Наше Расширяло сердце И чтобы Значит Действительно Наши тела Становились Вот этими Прекрасными Храмами Божьими Слава Богу Так оно и есть Спасибо Господь И на пути Этого Нашего Этого Чуда Наиважнейшим Является Хлебопреломление Причастие Святой Евхаристии Налейте себе Немного Соку Вина Или просто Даже воды Даже Вот И хлеба Вот И помолимся Совершим Причастие Евхаристию Сегодня вместе Самое главное Условие Рассуждать О теле Крови Христа Рассуждать О теле Христа О крови Его Святой Верить Что Иисус Христос Есть Сын Бога Живого Что Он Действительно Пришел Спасти грешников Слава Богу И Его Ранами Святыми Его Кровью Святой Мы Омыты От всякого Греха Его Святыми Ранами Его Кровью Честной Мы Омыты Прощены Исцелены Благословлены Всеми благословениями Небес Бог в нас Эммануэль Бог в нас Поселяющийся Величайшее Таинство Во Вселенной Слава Тебе Господь Боже Всемогущий Благодарю Тебя Господь Боже И восхваляю Имя Твое За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Тебя Отец Мой Ты Отец Мой И Мать Моя Ты Жизнь Моя Ты Господь Мой Родитель И моя Душа Как Отнятая Дитя Тебя От груди Господь Но Боже Моя Душа Присосала Своей Груди Господь И пьет Сегодня Твое Молоко Твою Жизнь Господь Слава Тебе Аллилуйя И Мои дети Однажды Прочищались Пряниками С молоком Я теперь Понял Почему такое было присутствие Можно нам сделать В следующий раз причастие Кстати молоко Возьмем и хлеб Но самое главное Не вещество Не качество вина Или хлеба Не качество Там чего-то еще Самое главное Когда мы даже борщ едим Яблоко жуем Значит Вы Что Рассуждаем о теле Крови Христа Вдыхаем Вдыхаем Чтобы это было Просто так удобнее И понятнее нам Что Христос Нами поедаемый Он Он в нас Он частью нас становится Самое великое Таинство в этом Наше рассуждение О теле и крови Христа Вот То что входит В наши уста Да выпивается Нами Пьется Оно не может Нас осветить Или осквернить Сделать нас хуже Или лучше Нет абсолютно нет Причастие совершается Не просто ртом Желудками А совершается сердцем И вот здесь вот Мозгами нашими И рассуждая О теле и крови Христа Слава Тебе Аминь А то что в чаши сей Честной кровью Христа Твоего Аминь Приложив это Духом Твоим Святым Аминь 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 Тело Христово Приимите Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя 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 Аминь Приимайте Исцеление Благословение Прощение Полное Во имя Христа Иисуса В теле Его И крови Его Аминь Спасибо Господь Ты во мне А я в Тебе Спасибо Господь Мы с Тобой Одной крови Ты и я Мы с Тобой Одно тело Ты и я Благодарю Тебя Господь Что ранами Твоими Я исцелен Благодарю Тебя Господь Что ранами Твоими Я исцелен И все немощи И болезни Ты взял на себя Боже я даже не просил об этом Я даже не знал этого Я даже не знал Тебя Но Ты сделал это Любя меня Господь спас меня Спасибо Тебе Все грехи прощены, которые были, есть или будут. Ты полностью меня омыл, Господь принял, простил. Спасибо, Господь, спасибо. Я прощен, я благоставлен, исцелен, освящен. Спасибо Тебе, Господь. Так жили во мне, как в храме своем. Боже, царствуй, Господь мой. Спасибо Тебе за все. А я восхваляю имя Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за все. За Голгофу, за кровь Тебя благодарю, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь. Благословен, да, Царь наш. Благословен, Господь. Боже, слава Тебе. И душа моя, как дитя, уже не отнятна от груди, а постоянно у груди Твои, Господь Божий. Я питаюсь, я играюсь и благодарю Тебя за все, Боже Всемогущий. Слава Тебе, Боже Всемогущий. Слава Тебе. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Спасибо Богу Всемогущему за все. Спасибо вам, братья и сестры, за молитвы. Пусть Бог благоставит сегодня всех причастников, как говорится, причастниц, поздравляю с пречением святых христовых тайн, тела и крови Христа, Иисуса. Неважно, под каким видом вы это совершали, хлеб, вода или сок, хлеб или даже молоко и пряники. Самое-то главное, что действительно Христос в нас. Рассуждайте о теле Христа, о крови Христа. Потому что никакими сокровищами этого мира мы не смогли бы быть искуплены. Но мы искуплены драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного агнца. И Бог во Христе примирил с собой весь мир. Бог во Христе примирил с собой Тебя, меня, всех нас. Спасибо Тебе, Господь. Славлю Тебя, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Аминь. Благоставляю всех вас священническим благоставением, братья и сестры. Из книги «Чисел», четвертая книга Моисеева, книга «Числа», шестая глава, где записано благоставение Ааронова, благоставение Каэнов, священников. Бог дал это благоставение Маше Рабейну, пороку Моисею, учителю нашему, который передал Аарону и всем Каэнам, всем священникам это благоставение. И сказал Всевышний так, что пусть так благоставляют сынов Израиля, и я благоставлю их. И сегодня это благоставение через Христа Иисуса, через Иешуа Машеха, оно благоставение для всех нас. И благоставляю вас в преддверии Пасхи уже, и завтра подключайтесь на утреннюю молитву, предпасхальную молитву, подключайтесь. Завтра уже 13-е Ниссана, уже самый канун Пасхи уже. Напоминаю, что сама Пасха в этом году, сама пасхальная ночь святая, именно библейская, не православная, не католическая, не протестантская, не иудейская, никакая еще, а именно, действительно, Божья, святая Пасха. Вот, в полнолуние этого месяца Ниссана, или же Авива. Вот, значит, с 30 на 31 марта проведем ночь в бдении, в молитве, в благодарении, в восхвалении. Особенно вот это время, по традиции, мы собираемся где-то часов с 9 вечера и до часу где-то ночи. А порой и всю ночь даже. Ну, взрослые можем даже всю ночь даже, дети могут спать уже дальше. Вот, слава Богу, это действительно ночь бдения, святая ночь. Приготовляемся, вот, сегодня вечером, значит, семинар здесь, в Киеве. Вот, завтра вечером, получается, даст Бог, тоже проведем. Ну, посмотрим, как уже получится. Все, пусть Бог благоставит вас, благоставляем благоставением этим всех вас, ваши дома, родных и ближних. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Бог Моисея, Аарона, любящий наш родитель и папа и мама наша, давший нам жизнь, дыхание и все, и мы живем, и движемся, и существуем. Благоставит нас сегодня всех во имя Сына Своего Единородного Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего Искупителя рода человеческого. В Духе Своем Святом, Его Руаха Кадош, Его Дыхание Святое, оно в нас, в жизнь наша. Это. Аминь. Благоставение Господне всех вам. Шалом, мир всем. Ну и готовьтесь к Пасхе. Кто не купил еще мацы, обязательно сегодня постарайтесь в синагогу зайти или в какой-то большой супермаркет здесь в Украине. Вообще благодать. Можно купить этой мацы. Купите польской мацы, израильской, любой какой там будет уже, украинской. Пусть Бог благоставит вас всех во имя Христа.